Жан-Клод Ларше Французский философ, богослов и писатель Один из ведущих представителей современной православной патристики Доктор философии, доктор богословия Среди православных, в особенности в монашеской среде, часто наблюдается некоторая настороженность по отношению к богословию Оно ассоциируется с некой школьной дисциплиной или же с занятием чисто интеллектуальным, спекулятивным и абстрактным Богословия противопоставляют жизнь, духовный опыт Разум, за которым закрепляется значение богословского инструмента, противопоставляет сердце Такое противопоставление получило богатую почву во второй половине XIX и в XX веке в русском сознании Которое обоснованно или безосновательно воспринимается окрашенным больше эмоционально, чем рационально И которое отмечено в наследии Достоевского в целом и в повести записки из-под поля в частности Он не только восстает на дух рациональности, который называют евклидовым умом Но и возвеличивает и рационализм, и первичный внутренний опыт Можно сказать, что область разума и рациональности в богословской деятельности всегда были сферой напряжения То, что называют исихазскими спорами, в XIV веке имело свое начало в споре Варлаама Калабрийского и Григория Паламы о богословской методологии Последний, вопреки Варлааму, настаивал в своих аподектических трактатах на законности доказательств в богословии Однако можно говорить, что уже в ходе евномианской полемики во времена великих аподекийцев Василия Кисарийского и Григория Низского Спор велся вокруг вопроса о возможности познания Бога и применения к Нему божественных имен Между тем можно полагать, что недоверие по отношению к богословию со стороны многочисленных мыслителей и православных духовных деятелей Обнаружившиеся за последние два столетия, в значительной мере объясняются тем обстоятельством, что богословие, как на Западе, так и в самом православном мире, претерпело немало искажений Известно, что схоластика, начиная со своего учителя Фомы Аквинского и имея в своей основе аристотельскую философию, высоко расценивала разум в деле познания Бога и в речи о Боге Так что можно сказать, что с тех пор богословие на Западе, как в католическом мире, так и в протестантском, стало спекулятивной дисциплиной с почти чисто интеллектуальным характером, подчас чрезмерно абстрактным К такому пониманию и к такому стилю богословия примешалась католическая и протестантская идея догматического развития, также соответствующая ей представление о том, что богословие не только может, но и должно быть творческим Три характерные тенденции западного сознания, возобладавшие начиная с эпохи Ренессанса, а именно натурализм, рационализм и индивидуализм получили таким образом возможность быть выраженными и в области богословия Что касается православного мира, то известно, что Россия в XVIII веке, при Петре I, затем при Екатерине II, испытала сильное западное влияние, которое усилилось в XIX и начале XX веков Отец Георгий Флоровский в своей знаменитой книге «Пути русского богословия» ярко обличил это влияние в области богословия, говоря даже о некоем вавилонском пленении православного богословия В конце XIX века и в начале XX века русское богословие совершенно очевидно приняло форму религиозной философии Высоко рассматривавший индивидуальное творчество и отдававший большее предпочтение немецкой идеалистической философии и некоторым эзотерическим движениям, чем свято-отеческому преданию Но и другие православные страны также испытали влияние западного богословия В частности, немалое число богословов и епископов, начиная с конца XVIII века, получали образование на католических и протестантских богословских факультетах в западных столицах И тем самым оказались отмечены их духом и методами Ко всему этому надо добавить, что на православных богословских факультетах и в академиях богословское образование порой принимает вид предмета школьного, формального А иногда оно иссушается и удаляется от жизни духовной и церковной А то обстоятельство, что оно часто осуществляется мирянами, служит источником дополнительных проблем Поскольку мирянин может быть вовлечен в литургическую духовную жизнь церковной общины Лишь в большей или меньшей степени Во всяком случае, он не связан таким же образом, как клирик с епископом И тем самым никоим образом не должен отвечать за свои действия в церкви, в той же мере, что и священнослужитель Он располагает такой степенью свободы, что единственным ее ограничением является направление деятельности учреждения, в котором он трудится Коротко говоря, та критика богословия, с которой мы сталкиваемся у некоторых православных, в значительной степени оправдана приведенными обстоятельствами Однако она также содержит в себе опасность совершенного устранения богословий Насаждение некой формы иррационализма и даже обскурантизма Вредного не только для истинного богословия, но и для всей церковной жизни, в которой, как мы видели, богословию предназначена своя необходимая роль И так следовало бы предложить обстоятельное определение того, что есть истинное богословие в соответствии с преданием православной церкви Для ответа на вопрос, что такое богословие, нам следует обратиться в первую очередь к богословию в его наиболее высоком смысле А именно в смысле мистическом, который для большей ясности мы обозначим греческим словом «теология» Особенно, начиная с IV века, впрочем, это различение существовало уже у Оригена Святые отцы полагали в целом, что духовная жизнь существует на двух уровнях На уровне «праксис», которая означает аскетическую жизнь в широком смысле И на уровне «гносис» или «познание» «Гносис» в свою очередь разливается на два типа Теория или естественное созерцание, то есть познание Бога, исходя из его проявлений в творении И теология Теология — это прямое познание Бога Разумеется, не познание Бога в его сущности, остающейся совершенно непознаваемой Но познание Бога в его энергии Теория — это познание, которое может осуществляться посредством разума человеческого И в известной степени через рассудок Хотя здесь непременным условием является чистота разума и сердца, а также неподвластность страстям Ибо оно имеет дело с божественной реальностью, каковая остается за пределами природы Которую не может постигнуть никакая естественная способность постижения своими собственными силами Оно может быть лишь плодом божественной деятельности Это познание осуществляется прежде всего посредством разума, а затем в других человеческих способностей Но при этом оно играет роль лишь накопителя Вполне очевидно, что опыт подобного рода теологии есть явление достаточно редкое Им обладают лишь святые Он распространяется лишь на нескольких человек в поколении, которые нечасто о нем говорят К тому же этот опыт невыразим Итак, если ограничить богословие теологией, как порой поступают некоторые православные монахи, в духе крайнего максимализма То богословие де-факто станет невозможным Однако присутствие богословия во всех областях жизни и истории Церкви показывает нам, что богословие не сводится лишь к теологии Однако остается несомненным, что теология может и должна служить в известной мере неким образцом или парадигмой для богословия Теология должна оставаться целью и итогом богословия И последняя не может без нее достичь своего полного смысла и значения Помимо этого, возвышенного смысла, доступного лишь самому малому числу верных Богословие с первых веков получило также три другие формы В равной мере присущие греческому слову теология Взятому в широком смысле, как слово и речь, относящиеся к Богу Богословом в таком случае является тот, кто говорит о Боге Можно сказать, что первоначально богословие имело форму катехизиса Разумеется, церковное оглашение представляет собой широкую совокупность наставлений в различных областях, относящихся к вере и христианской духовной жизни Однако при этом очевидно, что повествование о Боге составляет здесь существенное место и даже все к нему сводится Второй формой, воспринятой богословием, стала форма апологетическая, заключающаяся в защите веры Эта форма имеет две стороны Первая состоит в опровержении ересей, а вторая соответствует изложению истинного учения Можно сказать, что большая часть богословских сочинений, дошедших до нас от святых отцов, относится к этой форме богословия Третьей формой богословия является богословие доксологическое, то есть богословие-словословие Эта форма богословия обнаруживается в некоторых патриристических памятниках Наиболее известные примеры представляют собой поэмы святителя Григория Богослова и гимны преподобного Симеона Нового Богослова Доксологическое богословие также содержится в литургических текстах Здесь мы обнаруживаем стилистическую красоту, широкое использование символов и метафор Эти тексты, будучи по большей части поэтическими сочинениями, самым непосредственным образом предназначены для созерцаний и молитвы Вместе с тем они обладают догматическим содержанием Благодаря этому обстоятельству они являются выражением православной веры В одно и то же время обладающей апологетическим и катехизическим значениями Остановимся чуть подробнее на связи богословия и философии Очевидно, что апологетическое богословие часто оказывалось перед необходимостью использования рационального типа рассуждения для действенного ответа юридическим учениям Которая не только признает правила формальной логики, но и учитывает сами свойства рациональной мысли А также прибегает к понятиям, заимствованным из философии Для этого богословам, занимающимся апологетическим богословием, полезно иметь философское образование Подобное образование в равномерии необходимо для лучшего понимания образа мысли и представлений еретиков А также для понимания апологетических сочинений святых отцов, мышления которых само по себе весьма сложные, которые широко пользуются отвлеченными понятиями философского типа Например, философское образование может значительно облегчить знакомство с творениями святого Дионисиария Пагита, преподобного Максима Исповедника или святителя Григория Паламы Однако из этого вовсе не следует, что богословие и философию должны смешивать В действительности они имеют весьма различные основания, методы и цели Философия — это научная дисциплина, которая целиком опирается на разум и имеет своим исключительным источником способность естественной рациональности человека Богословие пользуется разумом как неким инструментом, но опирается на данные, происходящие не из разума как такового, но из откровения засвидетельствованного писанием То есть в один и тот же момент священным писанием, творениями святых отцов, вероучительными определениями соборов и всей совокупностью церковного учения Философская рефлексия строит свой объект целиком на творческих и дедуктивных способностях разума Богословие же, напротив, описывает объект уже данный Усилия, которые оно предпринимает, не сводятся к тому, чтобы ввести какую-либо новую теорию или новую истину Но разъяснить истинные веры, переданные Церковью и сообщенные ей Христом и Святым Духом ради тех, кто их не понимает или понимает плохо В лоне Церкви не существует новых богословских учений, которые добавляются одно к другому или опровергают одно другое Но используются новые выражения одного и того же богословия Тогда, как в истории, без конца появлялись новые философские доктрины, не излагавшие предшествующие Всякая философия, как говорил Лейбниц, воздвигается на обломках своей предшественницы Прежде всего, мы можем сказать, что литературная одаренность чрезвычайно полезна для доксологического богословия Как и красота музыки или иконографических изображений, прекрасный стиль в значительной мере способствует явлению красоты Божьей Подобный талант обладает также возможностью тронуть сердце и тем самым в некотором смысле легче привлечь к истинам, выраженным в поэтических произведениях А с другой стороны, дает возможность легче молиться не только разумом, но еще и сердцем Как известно, талант нельзя приобрести путем обучения Это дар В случае литературы это дар, который называют природой Однако частью он оказывается результатом индивидуальной психологической предрасположенности, формируемой в детстве И иногда заглушаемой, что бывает связано с различными конфликтами, травмами или же с тяжкими семейными обстоятельствами В случае же богословия речь идет о некоем благодатном даре Даре Святого Духа Более того, у нецерковного писателя талант является способностью исключительно индивидуальной, тогда как у гимнографа эта способность связана с тем предназначением, которое указано Богом для церкви Мистические богословы, о которых мы упоминали, как святитель Григорий Богослов Или преподобный Симеон Новый Богослов Несомненно, лично присутствует в известном смысле в своих поэмах и легимах Они придают им свои неповторимые особенности Но при этом очевидно, что в этом выражении личного опыта их индивидуальность совершенно затмевается Что они совершенно проникаются сверхъестественными откровениями, воспринятыми от Святого Духа И что они свидетельствуют не о самих себе, но о Боге, с которым пребывают и который пребывает в них Большая часть гимнов, в которых преподобный Симеон Новый Богослов отражает свой мистический опыт, чрезвычайно скоро оборачивается в словословие Таким образом, личная молитва святых становится той же формой церковной молитвы Впрочем, часто гимны словословия святых настолько глубоко вплетены в богослужебные последования, что их бывает невозможно отличить от других текстов Предшествующее рассуждение привели нас к уточнению вопроса о верности преданию и о творчестве в богословии Совершенно очевидно, что первостепенный признак богослова — это верность предания Существует три столпа предания — Священное Писание, Соборы и Святые Отцы Они глубоко взаимосвязаны и поясняются друг через друга Но следует отметить, что возможно иметь глубокое знание одновременно Писания, Соборов и Отцов И при этом придерживаться учения, не являющегося православным Тем самым следует подчеркнуть, что другим базовым условием верности предания является верность учению церкви Которая в православной церкви понимается как учение церкви во всей ее полноте и кафоличности Здесь стоит вспомнить фундаментальный принцип, сформулированный преподобным Викентием Лиринским В самой же кафолической церкви особенно должно заботиться нам о том, чтобы содержать то, чему верили повсюду, всегда, все Церковное учение познается не только через книги Это учение живое, ибо оно есть живое осознание церковью в своей собственной вере Так что богослов может его постигнуть и принять лишь через жизнь в церкви И через собственный опыт того, чему учит церковь Коль скоро предание есть само по себе живое сознание, которое церковь имеет о своей собственной вере Которым она обладает и передает из поколения в поколение То верность к преданию не предполагает консерватизма, который есть некое боязливое охранение прежних изложений истины Совершенное почтение к содержанию веры должно сочетаться у богослова со способностью выражать это содержание по-новому, если того требует обстоятельства Именно этому учит нас сама жизнь церкви с первых дней своего существования Слово «сущность», «природа», «ипостась» и даже слово «троица» не упоминаются в Священном Писании Возникновение ереси вынудило богословов создать новые слова и сообщить на многие столетия дальнейшее развитие триодологии и христологии Дабы уточнить христианскую веру Всякая эпоха и всякое общество имеет свои собственные вопросы, требующие, чтобы церковь дала на них ответы в подходящих выражениях Тем самым богословие должно являть известные способности к творчеству Как потому, что церковь есть живой организм, так и потому, что мир, в котором она живет, непрестанно меняется Творчество в богословии никогда не затрагивает, собственно, содержание веры, но лишь его выражение Новое в богословии может заключаться лишь в некоем выражении догмата, но не в его развитии В этом отношении православная позиция существенным образом отличается от римокатолических и протестантских представлений Для осуществления этого выражения богословие должно прибегать к новым идеям, которые оно часто заимствует в старых и новых философских традициях Но оно всегда переваривает эти новые средства выражения, придавая им христианский смысл и ставя их таким образом на службу истины Точно так же обстоит дело и со словами обыденного языка, воспринятого как через богословие, так и через ритургию Наши предшествующие рассуждения привели нас к необходимости уточнить, какими духовными качествами должен обладать богослов Богословие есть церковное служение Иными словами, деятельность для церкви, для всех членов церкви Но и для всех людей вообще, живущих в мире, к которым обращена истина, открытая и явленная во Христе Это означает, что богослов должен обладать двумя принципиальными качествами Любовью к Богу и ближнему, а также смирением Богослов должен являть смирением, поскольку он должен совершенно истощиться перед истиной, которую он выражает Перед церковью, которая во всей своей полноте является обладательницей истины И перед Богом, который и есть сама эта истина Богословское дело никогда не должно исходить из частной инициативы или выражать индивидуальную истину Богослов должен приступать к занятиям богословием всегда только по божественному вдохновению И по велению обстоятельств, а именно в соответствии с нуждами церкви в тот или иной момент времени Богословие не обусловлено каким-либо частным желанием или индивидуальным вдохновением Подобно спонтанной деятельности артиста Смирение — это также необходимое условие практической стороны богословской деятельности Ибо оно исключает всякое желание со стороны богослова придать себе какое-либо значение Прославиться или обрести признание через свою деятельность Развивая, например, какую-либо новую идею или новые учения Ереси во многом имели своим источником непонимание того или иного аспекта веры Но не в меньшей степени самомнение ложных богословов, являющихся таковыми изначально Это самомнение проявляется не только в желании изобрести что-либо новое Но также в попытке выдать себя за судью преданий Ограничить соборное решение церкви Взвесить мысль отцов, как если бы они были обычными авторами Или же ставить себя с ними на один уровень Смирение же, напротив, оборачивается глубоким почитанием текста Священного Писания Постановлений Соборов и Слова Отцов Богослов должен всегда стремиться войти в непрерывное единство с их учением И всегда проверять себя, соответствует ли то, что он говорит и пишет Преданию Церкви во всем его протяжении Все отцы дают нам пример подобного образа мысли Богословие предполагает, что тот, кто им занимается, ведет жизнь согласную с тем, о ком он свидетельствует Это означает, что он должен исполнять заповеди Христа Иными словами, как это называется в терминах аскетической жизни, бороться со страстями и жить добродетельно Ибо добродетельная жизнь и есть жизнь во Христе, каково и есть, как говорит преподобный Максим, существо всех добродетелей, подателем которых является Святой Дух Ортодоксия неразрывно связана с ортопраксией Как верно и обратно? Ортопраксия напрямую связана с ортодоксией Богослов может иметь верное и правильное представление слова, лишь имея верный и правильный образ жизни Тем самым понятно, что богословие с точки зрения того, кто его практикует, неразрывно связано с духовной жизнью во всей ее полноте При том, что духовная жизнь сама по себе неразрывно связана с жизнью в церкви, где христианин черпает благодать, без которой только его усилия ничего не дают В качестве заключения, чтобы обобщить все сказанное мною, а также для того, чтобы окончательно порвать с интеллектуалистским характером, который часто приписывают богословию Я бы хотел отметить, что богословие близко к иконографии Как мне это объяснил уже довольно давно мой друг Леонид Александрович Успенский Принципиальное отличие лишь в том, что богословие выражает посредством понятий и слов то, что иконография выражает через порумный цвет Обе эти дисциплины состоят на службе церковного просвещения Стремятся не только изложить, но и защитить веру После двух иконоборческих споров стало видно, что богословие и иконография находились в союзе во имя защиты учения о боговоплощении Иконография, так же как и богословие, может иметь катехизическое, апологетическое и доксологическое назначения Обе церковные дисциплины сталкиваются с двумя опасностями С одной стороны с формалистским, консерватизмом и закоснелостью А с другой с маловерным и неправомощным модернизмом Во избежание обеих опасностей следует, сохраняя глубокое почитание предания, Оставлять место творческому началу для выражения той же истины, преодолевающей время и пространство Прибегая к различным выразительным средствам, приспособленным к разным культурам и разнообразным эпохам Обе эти церковные дисциплины требуют от тех, кто ими занимается, глубокого погружения в церковную жизнь Глубокого смирения и глубокого послушания к тем, кто в них наставляет А также глубокого почитания по отношению к их преданиям Обе дисциплины предполагают от тех, кто ими занимается, некоторый аскетический опыт Они должны ими заниматься в состоянии внутренней чистоты и в молитвенном единстве с Богом и Святыми Отцами Обе являются выражением одной и той же благодати, сообщаемой Святым Духом, избранным верным ради служения Церкви и большего прославления Пресвятой Троицы АПЛОДИСМЕНТЫ